Семейная программа для всех и каждого Програвая Сонейка, весна все ближе и ближе, и тому и на природу хочется. Сегодня расскажем вам про выдатную инициативу. Форест Кэмп – это подороже, туристические детячие и семейные летники, походы и творческие майстерни, популяризация и развитие экологичного туризма, активная подчинка среди детей и дорослых. Алена Дубоуцева – координатор проекта по детячих и семейных летниках, натхняльник и организатор маленьких подороже для детей и мам, инструктор, мама четырех подчинающих туристов. И наша скончила БДУ, физичный факультет про подороже, про экскурсии, про летники, про семью. Сегодня будем говорить с нашей гостьей Оленой Дубоуцевой. Елена, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, как настроение ваше? Мы с вами первый раз встречаемся. Ой, ну солнышко такое, прям когда в макушку светит, настроение прекрасное. Это правда. Расскажите про ваш проект. С чего вообще всё начиналось? Почему вдруг у вас возникла идея создать вот такие путешествия для родителей, для детей, для всей семьи? Ну, наверное, это пришло, скажем, из того времени, когда я занималась поисками себя, потому что после университета я ушла в IT-сферу, но через несколько лет поняла, что как бы пользу миру я никакой не приношу, и от этого настроения было не очень, и как-то сложно было с этим работать. Вот. А путешествовать я всегда любила. и, наверное, стала вот со своими детьми ездить куда-то выезжать, и стали друзья проситься, а возьми, возьми с собою. Вот. Ну, и из этого, скажем так, родился проект такой, что почему бы не помогать тем, кто хочет, но у кого-то вот бывает, что и мамы, или там, или у родителей времени хватает, чего-то не хватает, и они не могут, или там храбрости, вот, выехать вот самостоятельно куда-то. И родился такой проект, стали пробовать, и появились желающие, желающие рекомендовали желающих, и, собственно говоря, масштабировалось. Вы знаете, это прекрасно, когда проявляются такие инициативы, потому что сегодня спрос на всевозможные развлечения, разные развлечения, да, и судя по тому, какие счастливые лица я видела на фотографиях после ваших путешествий. Меня это очень заинтересовало. Почему вдруг, почему столько эмоций у детей? А я вот, можно немножко вернусь? Вот я очень акцентирую внимание, что наш проект, наше путешествие, это не развлечение. Вот мне не нравится это слово, потому что мы детей не развлекаем, а они сами организовывают себе времяпрепровождение. Вот, они в поездках чему-то учатся, то же самое и в лагерях. Они осваивают новые навыки, они становятся более самостоятельными, учатся какие-то в конфликтных ситуациях, как договариваться между собой. Так что это учёба на самом деле, да? Не навязчивая такая. Это опыт, я бы сказала, наверное, мне кажется. Хорошо, давайте начнём потихонечку рассказывать про ваши проекты. У вас это экскурсии, вот мне хотелось бы остановиться, да? Маленькие экскурсии выходного дня. Вот меня это очень заинтересовало. Как это всё организовывается? Сколько человек может принять участие, когда детки едут с вами? С какого возраста? Ну, если мы, да, если мы рассматриваем, то есть у нас два варианта, поскольку у меня у самой есть дети, и мне интересно со своими детьми путешествовать, поэтому я выделила как бы два направления. Это семейные, где вот мамы с маленькими детьми обычно. То есть чаще всего это мамы, которые в декретном отпуске. Такая профилактика послеродовой депрессии, как я это называю. Потому что сидишь дома, одной страшно с маленьким ребёнком выехать, муж где-то работает, не всегда может. А здесь ты едешь в компании таких же мам, ты и в поезде, и где-то мы живём, когда в хостеле, то есть ты всё время общаешься, дети друг с другом заняты. Это такая хорошая разгрузка качественная. А второе направление, поскольку, опять же, мои дети подрастают, им уже с грудничками не всегда интересно, а интереснее в компании сверстников, то второе направление – это детские поездки, детские путешествия там, где дети едут без родителей. Ну, я предлагаю где-то с семи лет деткам уже присоединяться, что можно. Но поскольку дети разные, кто-то и в пять лет готов без мамы поехать, а кто-то там и в девять лет он плачет на вокзале и не поедет. То есть такие ситуации тоже были, когда ребёнок там хотел-хотел, а на вокзале слёзы, и вообще так, что ну как бы нет, значит нет. Хотя вот эта девочка, которая в первую поездку там со слезами, сейчас она ни одной поездки уже не пропускает, и ну, то есть тогда она была ещё не готова. Поэтому, когда меня спрашивают, со скольки лет, я говорю, смотрите, со скольки лет готов ваш ребёнок. Я считаю, что ни одна мама там в ущерб ребёнку не отправит его силком там, иди, несмотря на то, что вот я хочу. Поэтому я очень доверяю в этом вопросе родителям. Я считаю, что они чувствуют своих детей лучше, и они мне расскажут, и если готов, ребёнок отправят. А знаете, дети сейчас чаще по воздуху передвигаются, нежели на поезде. И для многих вот такие путешествия, ну, не всегда, как вы говорите, родители могут поехать, может быть, есть ещё какие-то обстоятельства. Возможно, как вы говорите, есть ли семья с маленькими детьми, ну, и страх, а как я там буду, да? А тут рядом мамы, которые всегда готовы, если что, подсобить, да, помочь. Ну, и плюс ещё, конечно, тема поезда. Это же так романтично и шикарно. У меня на самом деле бабушка была моя проводницей. Я к ней в Воршу приезжала летом, и я всегда мечтала тоже стать проводницей, мне прям очень нравилось. Но мама, скажем так, эту всю романтику развеяла. Да что, проводницей, проводников нету, семей. Они же там-там, да сутками, там сутками. В общем, это моя мечта развеялась, разбилась. Но, видимо, вот через там 20-30 лет всё-таки это вернулось. Я вот только недавно стала это анализировать, почему именно, вот опять же, поездами. И я вспомнила, что, наверное, из детства вот эта мечта как бы с поездами связать свою какую-то деятельность, вот она, возможно, сейчас вот в такой форме. Но ведь дети тоже радуются поезду? Ну, дети, конечно. Для детей я вот как бы иногда спрашиваю, что вот вам там больше всего. И чаще всего ответ это поезд и хостел. Вот у них два пункта, которые вот вообще беспроигрышный вариант. А почему? Потому что они общаются вместе, да? Ну, во-первых, потому что они поездами не ездят в обычной, скажем так, в обычной жизни. Вот, во-первых, ну, наверное, как-то поезд. Это необычная ночёвка там на втором этаже в поезде на полке. Обязательно там вот чайку собраться всем попить. Даже кто дома там чай в жизни никогда не пил, они всё равно все, да, они все садятся чай пить. Кто детки постарше, они прям вот для них это романтично, когда помладше уснут, а мы с ними там зажигаем свечечки или если в поезде с фонариками, вот, берём ещё по чаю, начинаем шушукаться на какие-то свои взрослые темы. Вот, то, чего, скажем так, дома они либо с друзьями в школе не могут. А как маме отпустить или родителям отпустить ребёнка? Это же тоже такое, наверное, ну, определённая подготовка должна быть, рисковость. Ну, вот тут как бы и проект и родился как? Сначала как семейный, то есть приходят мамы с детьми, они к нам приезжают в лагеря, знакомятся со мной лично, с нашими инструкторами. Они едут в семейное путешествие, когда они едут родитель, ребёнок, и то есть видят инструктора, они смотрят, как там это всё происходит в каких-то сложных ситуациях. И тогда они уже, зная меня, зная там других инструкторов, зная, как это у нас всё происходит, они тогда уже спокойно доверяют ребёнку и отпускают. То есть так, чтобы прям вот с улицы пришёл человек, который ни меня, ни других инструкторов не знал, и поехал с нами, то есть таких у нас нет у детей. То есть дети выросли из семейных проектов, скажем так, и сейчас они уже... Вообще, на самом деле, я подумала, что это такое воспитание не только детей, как вы сказали, да, вот самообразование, но это и родители тоже, они, видите, они отпускают, они доверяют, они ведь, ну, прекрасный проект. Ну, это самое ценное для меня, что когда родители всё-таки доверяют. Да, да, да. А где вы уже были с детьми? С детьми мы уже объехали, мы вот уже два года так путешествуем с детьми, и мы объехали уже не по одному разу все областные центры, объехали Полоцк, ездили, были в Бобруйске, были в Лиде, то есть вот как бы... А это зима и лето, любая пара года? Ну, поскольку мы летом, у нас лагеря, то летом мы не путешествуем, мы летом в лесу живём, это гораздо интереснее, да. Поэтому путешествуем мы именно вот в межсезонье, когда осень, зима, весна, когда мы не можем поехать в лес просто так с ночёвкой, с палаткой, тогда мы путешествуем по Белоруссии. Скажите, ну, это выходной день, вот если мы про экскурсии говорим, где вы стараетесь организовать весь день? Например, вы ночью выезжаете, вы нам рассказываете, да? Вечером, обычно в пятницу. Я ищу детям, чтобы это был ночной поезд, потому что им очень нравится ночной поезд. Почему? Ну, вот нам взрослым не понять, да. Но им очень нравится ночевать в поезде. Серьёзно? Это по вашим наблюдениям? Это однозначно, да. Поэтому я стараюсь даже где-то, мы вот в Полоцк ехали. Нету Полоцк ночного поезда. Мы ехали через Витебск. Мы ехали через Полоцк, но в Полоцке не выходили. Ехали до Витебска, чтобы у нас была полноценная ночёвка. А потом уже возвращались назад на Полоцк. Паразит. Потому что, ну, я не могу не повезти их без ночёвки. А вы одна? Нет, у нас всегда обязательно два инструктора, потому что, ну, дети, это ответственность. И всякие ситуации бывают. То есть были ситуации, когда и ребёнок там приболеет в поездке где-то. Вот у нас после Нового года был такой проект тоже, Новогодний экспресс, когда мы целую неделю с детьми поездами по Беларуси путешествовали. Как интересно. Ехали. Вот. И тоже, да, была ситуация, что девочка одна заболела, и родители уехали вообще в Чехию, в горы, бабушки где-то тоже на другом конце света. То есть не забрать ребёнка, ничего. И понятно, тогда, да, вот было два инструктора. То есть мы по очереди как-то страховались. Кто-то там вот с Катюшей там сидел, кто-то там с детьми. Дальше там программа шла. Ну, то есть это обязательно, чтобы было два инструктора. Хочется заметить, что в ваших экскурсиях и семейных, и детских это всегда программа. Да, остановимся на этом, потому что это не только ночные поезда, путешествия на поезде. Это не только хостелы пребывания, но это и, конечно же, ваша программа. Как вы составляете эту программу? Я стараюсь, вот если по детским, то программу я просто, опять же, каких-то друзей, знакомых, кто где порекомендует, что-то в интернете ищем, какие варианты, что интересно конкретно для детей может быть в этих городах. Берём какие-то ключевые музеи. Сейчас меня что-то очень радует, что в музеях стали, они стали больше такие к детям расположены. Интерактивные, да? Очень часто в них бывают какие-то квесты в музеях, какие-то интерактивные игры, ещё чего-то программы. Они идут навстречу. Иногда даже просим, они специально под нас их разрабатывают. То есть какие-то я беру ключевые точки, какие могут быть, но не фиксирую расписание, потому что я позиционирую, что у нас в путешествии дети это не чемодан, они не едут на всё включено. Они сами моделируют программу свою. То есть мы обсуждаем, садимся в поезд, мы обсуждаем. Вот нам можно сходить сюда, сюда и вот сюда. А вот здесь это есть, куда вы больше хотите, что вы хотите. Надо выбирать, да. Вот, то есть дети сами выбирают, думают, чего они хотят, как они хотят. А договариваться получается? Вот, это как раз-то и тот самый опыт, который, да, они учатся договариваться. Кому-то хочется сюда, кому-то сюда, мы тогда пробуем договориться. Окей, давай там в первой половине сюда, а потом сюда. Там вот как-то, опять же, когда это, если там совсем мы не успеваем по времени, то вот то, что у нас два инструктора, мы можем где-то даже разделиться в какой-то момент. Например, там старшим детям больше это интересно, младшим там здесь. То есть и кто-то там хочет пойти там по вечернему, по ночному Гродно погулять, а кто-то хочет уже отдыхать. То есть, опять же, кто остаётся один инструктор там с детьми, а другой инструктор, мы идём там гулять с детьми. А вы знаете, иногда же хочется покапризничать, или у вас такого не бывает? Дети чувствуют и понимают, что сейчас они ответственны сами за себя. Даже в 7 лет, как вы сказали, иногда дети готовы отвечать за все свои эмоции. Нет, капризы бывают, конечно, но я это скорее рассматриваю не как каприз, а просто как жизненный опыт. Бывают конфликты между детьми и друг с другом. И просто мы создаём такую безопасную среду, чтобы этот конфликт, каждый ребёнок из него вышел с каким-то плюсом, с каким-то опытом для себя. Как решать вот такую конфликтную ситуацию? То есть они бывают, но несмотря на то, что иногда они такие все недовольны в этой поездке, всё равно они потом едут в обратном поезде и говорят, вау, как было классно, как было супер. То есть мы такую безопасную среду для решения этого конфликта стараемся создать. И направить как-то в мирное русло все эти дела. Поэтому без этого было бы даже, наверное, скучно. А вы потом с родителями обсуждаете какие-то нюансы после поездки? Ну понятно, что без детей. Ну, я как бы родителей, когда я вижу, если у родителям интересно, у них есть запрос узнать что-то про ребёнка, то, конечно, я рассказываю, то есть рассказываю, в какой ситуации, то есть была какая-то ситуация такая сложная. Вот он, как ребёнок вышел из этой ситуации, как он её разрулил. И вот в качестве обратной связи от родителей я вижу, что дети в этих поездках, они совершенно другие. Родители говорят, а что, это разве про моего ребёнка? А так не может быть. Не узнают, да? Да, то есть дети совершенно с другой стороны раскрываются. И я считаю, что это очень полезно детям вот в такие условия попадать. Они сами, может быть, не знают, что они могут это сделать. Потому что дома там, то есть как-то родители их, может, не ограничивают, но как-то вроде всё по накатанной. Хорошо, летние лагеря. Вот давайте про это поговорим, потому что это тоже отдельная история. Мы все ждём лето, мы в предвкушении лета. Но у вас же летние лагеря, они такие экологические, да? Вы живёте в палатках. Это то, что я видела у вас на вашем сайте. Это вы в полной близости с природой. Вы дружите с природой. Еда готовится совместными усилиями. И что, и там говорят, дети всё едят и... Ну, бывает такое, что кто-то что-то не ест. Ну, если ребёнок не пообедал или не позавтракал какой-то нелюбимой кашей, ни разу ещё не было такого, чтобы кто-то умер с голоду. И родители вполне нормально к этому относятся, что да, вот у меня тут не любят, но как бы... Хорошо, как вы организовываете летний лагерь? Это что? Это несколько инструкторов, да? Да, у нас идёт 4 инструктора, плюс повар, который готовит. Это на до 20 детей у нас группа набирается. Это неделя-две? Это неделя. Это неделя, то есть смена недели, потому что на дольше родители, наверное... Потому что, поскольку многие дети приезжают первый раз, родителям, наверное, на две недели будет страшно их отправить. Если неделю, они думают, ну ладно, как-нибудь выживем, если даже... Там у нас как-то один год были там дожди 7 дней, грозы, молнии, и родители там... Волновались. Ну, они волновались, но они в конце говорили, мы так старались, чтобы не позвонить, так старались, чтобы вот волновались, но... И как-то по этому неделю... Но вот даже такие, раз я уже затронула суровые условия, я уже думаю, ну всё там, вот детям не понравилось. Но на следующий год все эти же дети, 85% детей, они всё равно приехали в лагерь, несмотря на то, что год назад всю неделю шёл дождь, дул ветер. И как бы... Ну, я всегда считаю, что погодные условия, это в первую очередь родители волнуются, а детям абсолютно это их не успокоит. Хорошо, но мы родители, да, вместе с вами, но комары... Это самое безобидное, что могу сказать, там, комары, а вдруг поест-не поест, и так далее, да? Как с этим справляться? Как быть спокойной? Ну, во-первых, то есть, как бы каждый родитель у нас есть, время определённое, ты можешь звонить, потому что мы живём в лесу, детям заряжать гаджеты негде. Это вот плюс огроменный, мне кажется. Ну, им не очень-то и хочется, на самом деле, этих гаджетов в лесу, потому что там есть чем заняться. У нас всегда там байдарки есть, у нас мы ходим в походы там в окрестностях. А это где вы обычно? Мы в кемпинге, стоим в кемпинге, потому что, опять же, лес, просто так в лесу встать, ну, это неправильно, нельзя. Кемпинг, они обрабатывают территорию от клещей, как бы у них есть на территории кемпинга, и, то есть, они туалеты нам организуют, у них душ есть при необходимости. Вот, хотя мы ставим всегда походная баня у нас есть, и то есть, мы её там через день, если надо, и каждый день там топим, и баня, озеро, баня, озеро, трёхразовое купание, вот, так что... Заболевает? Я вот так вот... В плане простудных всяких штук не было ещё таких моментов. Был один мальчик, ему, да, ну, мама изначально его привела, сказала, что у него вот астма, у него с собой лекарство, у него с собой ингалятор, вот-вот все такие нюансы, как бы, ну, и всё нормально разрулилось. А в ваших лагерях чем дети занимаются? Вот, как построен их день? В наших лагерях детей очень много свободного времени, потому что я за то, что детям в современном мире не хватает свободной игры, когда они сами могут моделировать своё время, то есть, их там пытаются загрузить кружками, всеми учёбами и так далее, что у них нет вообще минуты вдохнуть и подумать, о чем я хочу, а кто я вообще такой, а что мне там надо. Вот, как-то проиграть какие-то свои ситуации. Поэтому у нас обычно утром подъём, утреннее купание, зарядка, потом завтрак. Вот, после завтрака у нас какая-то идёт организованная программа, то есть, либо это мы там на байдарках идём, у нас какой-то выход. Ну, какая-то активность, да? Либо мы в поход, да, у нас активность. Потом у нас там, ну, как бы во время этой активности, смотря где, если мы далеко от лагеря, мы с собой берём какой-то перекус у нас. Вот, к обеду мы возвращаемся назад в лагерь. Вот, после обеда у нас просто тихое время, тихого часа нет, но у нас, поскольку мы на территории организовываем верёвочный городок, скалодром, все эти у нас есть тоже активности, там просто все, скажем так, эти аттракционы, все элементы закрываются. Вот, кто-то хочет там, поиграем, играем там в настольные игры, где-то что-то читаем, где-то можно, опять же, там и поплавать, куда-то сходить. За ягодами дети очень... Я вот, у меня в детстве заставляли ходить за ягодами, я очень не люблю это дело, и я с таким удивлением смотрю, когда дети в лагере летом, говорю, ну, пошлите кто-нибудь за ягодами с нами, то есть, ну, берёт инструктор и идёт. Я смотрю, дети с таким удовольствием ягоды эти собирают, ну, боже мой, наверное, их не заставляли ведрами в детстве носить эти ягоды, раз они с таким энтузиазмом. Вот, потом у нас идёт полдник, потом после полдника у нас очередная какая-то заявленная активность, то есть, ну, в каждой программе там мы прописываем это заранее, в каждой смене, вот. Алена, ну, я видела, что у вас в котелках дети сами варили еду, для меня это тоже удивительно, потому что я видела, они прям помешивают там всё. Ну, у нас, во-первых, всегда обязательно... Это здорово. Вот мы случайно совершенно сделали один день, когда дети сами себе готовят, им прям очень это нравится. А, это вот фотографии, то, что я видела. Они готовят, да. Ну, плюс там где-то они сходили в ягоды, да, там принесли ягод, а вот давайте сварим варенье, то есть, ну, мы всегда идём навстречу, а давайте сварим. Или там они там хотят тоже, девочки, а вот мы хотим пиццу приготовить. Ну, давайте, как вы, они там думают, как там это тесто замесить. Если надо, я съезжу там в магазин продуктов, куплю. То есть, и мы любую детскую инициативу поддерживаем. И, соответственно, готовку. Дети очень любят готовить и очень часто вот хотят в чём-то в таком поучаствовать. Мы всегда их поддерживаем. Скажите, пожалуйста, возраст какой вот в лагере у детей? Это же постарше? Это не семь или? Нет, это от семи до двенадцати лет. У нас, получается, разновозрастная группа. Я сторонник того, чтобы были разновозрастные группы. То, что когда их делят там от пяти до семи, от семи до девяти, это удобно инструктору, но это не так полезно, не так практично. Ну, то есть, не такой классный опыт для детей. Потому что, когда двенадцатилетние мы идём там куда-то в поход, присматривают за семилетними, это классный опыт. Или когда там как-то вот я беру, например, своих, даже все там грудные дети были, они с таким удовольствием возятся с этими малявками. То есть, поэтому тут как бы очень интересно вот эта взаимосвязь между детьми разновозрастными. Вы знаете, мы очень много говорили про детей, но мы не затрагивали тему взрослых вот так активно. Вот тему родителей. Вот по вашим наблюдениям, чего сегодня не хватает современным родителям по отношению к детям? Вот понятно, что дети загружены. Понятно, что какое-то, мне кажется, большее волнение присутствует за детей у родителей. И вот такое вот, не знаете, даже где-то бездумное, может быть, волнение, да, неоправданное волнение. Хотя, вот видите, вы рассказываете про ваш опыт. Дай бог, чтобы у вас ещё вы развивались и дальше, и больше. Потому что это так замечательно, когда есть возможность, особенно когда у детей нет деревни, когда они с природой, можно так сказать, на «вы», и вот так вот пообщаться. Но единственное, мне кажется, это ещё и родители. Хотя, может быть, у вас они такие осознанные и подготовленные. Ну, я думаю, случайные люди не попадают в наш проект, потому что это как бы другие условия. Те, кто привык ездить куда-то в отельный отдых, они, ну, вряд ли прям так вот, по крайней мере, с первого взгляда поедут, мне так кажется. Те, кто зрел какое-то время, потому что, да, можно выехать, те, наверное, приезжают. Мне кажется, случайные люди к нам не приезжают. А вот тема гаджетов. Вот вы немножечко затрагивали вот эту тему. Ну, понятно, что это связь с родителями, но вы каким-то образом рассказываете детям о том, что, или говорите целенаправленно, мы сегодня оставляем ваши мобильные телефоны. Ну, нет. Есть какое-то время свободное от мобильных телефонов? Вот сегодня же эта тема, ну, эта проблема порой становится, не только для детей, кстати, а для взрослых, потому что мы постоянно на связи, постоянно в мобильном, в социальных сетях. Ну, здесь я считаю, что это, в первую очередь, ответственность родителей, поэтому я как бы не берусь детей воспитывать на предмет того, что там гаджеты, если они привыкли, я у них тут отберу осознанно гаджет на неделю, так у них ломка такая будет. Вот, просто я родителям говорю, что, ну, нежелательно в лес брать телефоны, потому что это лес. Они пошли где-то потеряли, они в палатке там лазают, на коленках ползают, то есть это просто испортится вещь, то есть как бы под вашу ответственность. Если родители дают, то, ну, в лесу, понятно, за день-два телефон садится, и он все равно валяется вот бесполезной вещью, а детям там есть чем заняться. Поэтому как бы так целенаправленно я не веду эту тему. Вот в путешествиях тоже я коснулась того, что как бы некоторые дети там, вот прям вот они приходят там в хостел, и вот у них там день они без телефонов были, потому что была активность, а тут вечером пришли, им прям нужна вот эта доза. Я просто, ну, как бы пробую работать с этими. Мы сейчас с детьми, вот как раз-то те, кому вот нужна эта доза, мы решили, что мы вместо просто у них будет посидеть, я их научу монтировать кино. То есть они же что-то есть, фотографируют. Что-то полезное делать, да? То есть не отбирать у них гаджеты, а вот эту их тягу как-то в такое, в полезное мирное русло направить. И вот это... Ну, еще я, конечно же, мы не затрагивали так активно и тему экологического воспитания, потому что понятно, что вы в этих лагерях летних вы говорите о том, что природу нужно беречь, и вы очень активно это обсуждаете на своем сайте, делаете акцент. И о чем вы еще мечтаете? Мечта? Мечта у нас семейный кемпинг где-нибудь, в горах, может быть. В Беларуси? В горах? Ну, не знаю, не знаю. Может быть, и в Беларуси можно было бы. Ну, в общем, такая у нас есть уже мечта. Это семейный кемпинг, где мы жили. Встречали путешественников, которые там где-то проезжали, рассказывали нам о том, как там в мире дела. Ну и понятно, что ваша семья, конечно же, вас поддерживает во всем. Ваш муж? Да, конечно. Без поддержки здесь вообще никак. Вы пришли с дочерью Мариша. Она ждет, когда мы освободим уже маму. Семья ваша поддержка, конечно же, да? Ну и поддержка, и вдохновение. И в первую очередь это все было для них сделано, потому что для своих детей мне хотелось что-то для них делать. Как здорово, что вы еще делаете для других детей, правда? Как для своих, узнаете? Ну что ж, шановные сябры, вось так хутенько пролетел наш час. У нас у гостях была Алена Дубоуцева, координатор проекта по дитячых и семейных летниках, натхняльник и организатор маленьких подорожек для детей и батьков. Дякую великой нашей гости. Еще раз с вами сегодня была я, Татьяна Гулейка. Добра и радости усим.